МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Сладкое безумие. Зачем нам сахар тоннами? Нюансы техосмотра. Нужно ли проходить его каждый год? Дело Петра Железманова. Как историк, стало писателем-детективом. Управление Федеральной антимонопольной службы на фоне ажиотажного спроса на сахар приступило к проверке всей цепочки поставок в магазины. По мнению контрольного ведомства, дефицит в некоторых городах вызван искусственно. Его подогревают недобросовестные участники рынка. Между тем, битвы за песок в магазине, а это все и сейчас в сети, каким-то удивительным образом переносят нас в Средневековье. Рязанская область в этом смысле исключением, к сожалению, не стала. По сообщениям в соцсетях, это один из продуктовых магазинов Касимова. Тележка с сахаром не успела доехать до прилавка с какой-то удивительной паникой. Заветные пачки люди хватают, будто в стране резко наступил голод. А это уже гусь хрустальный. Сахар здесь пытаются забрать целыми упаковками. Неужели все резко перешли на самогоноварение? Другого объяснения просто нет. У нас с сахаром нет никаких проблем. Наши производители производят его в достаточном количестве. И с учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой востребованной сегодня у населения товарной позицией. Понятно, что такой спрос оказался только на руку спекулянтам. Цена на сахар в частных пабликах зашкаливает за 120-150 рублей. Но предпосылок к этому сегодня нет, говорят в Минпромторге России. С чем с чем, а с сахаром в стране точно проблем нет. Тем более, что глобально перекупам по рукам уже тоже дали. Экспорт сахара в страны ЕАЭС запрещен. Ситуация сложилась таким образом, что домохозяйство сегодня закупает этот продукт в рог. То есть уже по нашим расчетам закупили не на месяц, не на два, а может быть даже на полгода. Это с одной стороны. Мы понимаем население, конечно, есть тревожность, есть этот парадический спрос. С другой стороны, этой ситуацией воспользовались перекупщики. То есть предприниматели приезжают в торговые сети и закупают. Ну, закупали. Сейчас мы приняли решение вместе с торговлей о том, что ограничивается отпуск в одни руки, для того, чтобы хватило этого сахара всем, кто за ним приходит, закупали продукцию тоннами, увозили в свои торговые небольшие помещения и там перепродавали уже с наценкой. Просто хочется призвать население не делать вложения в этот продукт на месяцы и, может быть, даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, потому что у нас продукты питания не принимаются обратно. Я думаю, что необходимо успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни. Меры против спекулянтов у регионов свои. В Башкирии, например, цену на сахар зафиксировали. В Рязани пока нет, но, судя по нарастающему сладкому безумию, скоро так сделают и по всей области. Максим Васильев, телекомпания «Город». Техосмотр до недавнего времени был настоящим кошмаром для всех автолюбителей. Заветный талон на новую машину нужно было получать каждые два года, если авто постарше каждый год. Теперь правила изменились. Валерий Седов разбирался в нюансах. Теперь техосмотр не нужно проходить каждый год, так утверждает новый федеральный закон под номером 494 ФЗ, который вступил в силу с прошлого декабря. Это ключевое изменение, что теперь регулярно не нужно проходить техосмотр. Вы приобрели автомобиль, и если он старше 4 лет, вы направляетесь на пункт технического осмотра, там делаете осмотр, и все, можно сказать, вы забываете про эту процедуру. Дальше ни с какой регулярностью вам проходить техосмотр не нужно. Хоть там автомобиль 10 лет, 20, и с полностью и так далее. Но это при условии того, что вы используете его в личных исключительных целях. Если же автомобиль нужен вам в коммерческих целях, то правила тут несколько другие. Даже можно сказать, прежние. Лично авто старше 10 лет должно проходить техосмотр ежегодно. Тоже требование для такси и автобусов, если транспортному средству менее 5 лет. Если старше, каждые полгода. Сам процесс техосмотра глобальных изменений не претерпел. Специалисты также смотрят работу световых приборов, выхлопной системы и так далее. Когда автомобиль прошел техосмотр, значит, эта информация вносится в единую базу данных, и сотрудники госавтоинспекции уже могут не требовать у владельца автомобиля свидетельства или диагностическую карту. Они уже будут знать, что данный автомобиль прошел или не прошел техосмотр. Самый распространенный случай – это купля-продажа автомобиля. Теперь новый владелец первым делом после сделки должен отправляться не в регистрационное отделение ГИБДД, а на пункт техосмотра. Но в том случае, если машина старше 4 лет. Теперь за управление транспортным средством без диагностической карты или ненадлежащей оформленной диагностической карты это влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей. Другой вопрос. Здесь также ответственность присутствует для должностных и юридических лиц, ответственных на выпуск того или иного транспортного средства на линию. Теперь должностное лицо, которое допустило выезд такого транспортного средства, не прошедшего технический осмотр на линию, может получить административный штраф в размере 500 рублей, а юридическое лицо, например, организация, осуществляющая транспортные привозки, получит штраф в размере 50 тысяч рублей. Тонкости у нового федерального закона много, все нюансы можно уточнить на официальном сайте. Однако главная жизнь их то, что теперь его не нужно проходить каждый год. Одного раза будет достаточно. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Утверждены обвинительные заключения в отношении супружеской пары, которая занималась изготовлением избытом мифедрона в крупном размере. Семейный бизнес пара организовала в Клепиковском районе. Все подробности расскажет Марина Романек. По версии следствия, уроженка Алтайского края, 46 лет, и ее 48-летний гражданский супруг организовали в одном из домов Клепиковского района самый настоящий мини-завод по производству наркотика мифедрон. Сбывали оптом тайно. Предварительным расследованием установлено, что с марта 2020 года обвиняемые в действии в составе организованной группы на территории Рязанской области осуществляли незаконное производство наркотических средств, которые в последующем планировали к незаконному сбыту потребителей наркотиков. За осуществление преступной деятельности, связанной с законом серийного производства наркотических средств в целях незаконного сбыта на территории РФ, обвиняемый получил от организатора преступной группы более 8 миллионов рублей на виртуальный счет, который впоследствии перевел на банковские карты, тем самым ввел их в легальный оборот. За время ведения этого семейного бизнеса пара успела шикануть. Они арендовали в Подмосковье дом за 300 тысяч в месяц, перевезли из Алтайского края детей супруги, устроили их в платные вузы. По данным следствия, и сами обвиняемые вели весьма роскошный образ жизни, не отказывая себе в покупках и развлечениях. Но в марте прошлого года красивой жизни пришел конец. Деятельность преступной группы была причина сотрудникам региональных управлений ФСБ и МВД России в марте 2021 года в ходе оперативно-расследовательных мероприятий, по результатам которых из знакомого оборота было изъято более 80 килограмм наркотического средства Мефедрон, оборудован для его изготовления и прекурсоры. После утверждения обвинительного заключения уголовные дела направлены в Клепяковский суд Рязанской области для рассмотрения по существу. Однако расследование в отношении организатора, группировки и других участников продолжается. До выяснения всей дилерской цепочки. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Кораблинском районе после долгожданного ремонта открыли Табаевский сельский клуб, который ремонтировали по федеральной программе «Культура Малой Родины». Почти за вековой юбилей здание не чинили ни разу, оно осыпалось и грозило обрушиться, но региональные власти чаяния табаевцев услышали. Герман Гущин продолжит. Вот так с песнями и танцами открыли в селе Табаево обновленный клуб. Зданию больше ста лет капитального ремонта не было с открытия. От полного разрушения местную достопримечательность спас нацпроект «Культура Малой Родины». В прошлом году по заявке местных властей Табаевскому клубу подарили вторую жизнь. Проект сложно очень реализовался, но как-то вот нам не повезло с первым подрядчиком, который достаточно большой сброс по цене сделал. И я очень благодарна всем, кто на втором этапе, а нужно было быстро провести работы по расторжению действующего контракта, соответственно провести актуализацию проектной документации нашей сметной, снова проторговать. И только в августе у нас второй подрядчик приступил к работам. В здании поменяли крышу, систему отопления, водоснабжения и канализацию. Сделали, наконец, сцену и зрительный зал. По инициативе жителей сохранили исторический фасад. «Я хочу поблагодарить жителей Табаева, потому что не все деревни, села, небольшие населенные пункты вот такой активностью и такой любовью к сфере культуры, к своему очагу культуры относятся благодаря вашему напору, вашему желанию. Вы попали в списки первых, тех первых, кто заявился в программу. Так что аплодисменты вам в первую очередь. Могу абсолютно четко сказать, Кораблинский район в числе лидеров по возрождению сферы культуры в части строительства, ремонтов, участия в программах. А национальный проект культуры – это не только ремонт домов культуры». Благодаря программе поддержки местных инициатив в Кораблинском районе за три года отремонтировали и построили несколько сельских домов культуры. Но этот в селе Табаева особенный с точки зрения развития местной самодеятельности и фольклористики. Герман Гущин, телекомпания «Город», присодействие телеканала «ТВ Кораблино». Следователь Петр Железманов, раскрывающий преступления на территории Рязани и Касимова начала 20 века, персонаж, созданный Анной Поповой, преподавателем Рязанского госуниверситета имени Есенина. Несколько лет назад доктор исторических наук, чья специализация связана с судебной системой страны, вдруг поняла, что в рамках науки ей тесно. С тех пор пишет «Детективы». Новую серию, основанную на реальном архивном деле, создательница презентовала в библиотеке имени Горького 16 марта. Интригующее название первого детективного романа «Анны Поповой. Солочинский призрак» скрывает знакомый каждому жителю региона виды Солочи визитную карточку курорта «Монастырь. Намеки на мистику». С этой таинственной истории начинается деятельность следователя Петра Железманова. Книга вышла в 2017 году, ее продолжили другие приключения следователя. В некоторых романах писательница использовала материалы реальных архивных дел, как, например, в новом «Тайна ошибки» или «Загадка семьи Железманова». Сюжетная линия еще обращает и моего героя, и читателя еще в одну очень драматическую эпоху. Это событие нашей одной из многочисленных русско-турецкой войны, когда наша Россия, наше государство участвовало в освобождении болгар от турецкого ига. В этой войне принимал участие отец моего героя, и так судьба ему повернула, что очередное дело, которое ему пришлось расследовать, это дело серийное об отравлении в поездах, оно, кстати, взятое из реальных источников. Петр Железманов прочно вошел в жизнь своего автора, частенько помогает ей, к примеру, позволяет увидеть город глазами своего героя, жителя столетней давности, и показать другим. Я постаралась показать жизнь провинциального города, такой, какой она была в начале 20 века, Рязани, что собой представлял город, даже где какие покупки делали, что покупали, что было тогда предметом роскоши, это все в той или иной степени проходит через сюжетную конво романа. Первыми читателями неизменно остаются сестра и мама Анны Дмитриевны, и уже потом некоторые коллеги, после чего писательница отдает роман в печать и представляет публике. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго.